Перед нами русская профессия. Перед нами русская профессиональная армия в количестве 75 человек. По сути дела это наши первые солдатики. Вот здесь можно видеть вот такие вот тачанги с пулеметчиками. Их две штуки. Такие вот бойцы, похоже их кто-то нам подарил. Часть из них находится в Зайцевом городе. Вот один здесь почему-то. Вот такого солдатика мы нашли на дачах. Вот этот русский воин в доспехах. Тоже его нашли где-то. Вот эти солдатики красной конницы были в принципе очень древними. Их можно видеть таких солдатиков. Таких вот. И вот таких стрелков. Как видно, что их по два. Похоже было раньше два набора по восемь солдатиков. Но вот эти остались по одному. Здесь не сохранились. Возможно где-то забыли, потеряли. Вот так вот произошло. Вот такой вот знаменосец с триколором. Рисунок сделан пластилином. В начале девяностых годов в России была такая смута. И мы делали такие триколоры. Вот русский воин древний. Тоже с триколором получается. Это набор бомб. Про рыцарь Тевтонского ордена и Александра Невского. Вот один такой садник коричневый не сохранился. Тевтонцы, так называемые, сохранились. Заспехи, конечно, не такие, как надо. Более поздних времен. Такие вот производители у нас. В принципе сделано так. Неплохо для того времени. Это вот одни из наших самых старых солдатиков. Примерно с того же времени, что это за Красной Конец. Такие вот моряки. Время второй мировой войны. Их, похоже, было четыре набора. Купили, похоже, в каждом подворе. Вот видим, что вот одни синие такие, темные. Другие более светлые голубые. Вот эту солдатику мы нашли. То есть это пулеметчик. Пулемета нет. От него отрезан. Ну, такого никогда не делали в то время, что это будет испортить. Скорее всего, пулеметчиком потеряли. Вот. Были еще такие бегущие солдатики. С этой же серии. Они находятся в русском городе. Лаборантное. И там одного не хватает. Похоже, его потеряли. Вот среднами еще конец такого типа. Ну, они хорошо достаточно хранились. Вот, наверное, их купили уже. Когда мы были подрослее. Вон, в школу уже пошли. Или чуть пораньше. Ну, тоже. Четыре набора. Вот таких вот типов. У нас в тысячу раз лучшее калорийное. И вот эти вот солдатчики, похоже, два набора купили. Состояние, конечно, уже не такое хорошее. Не хватает хвостов почему-то. Саблю тут гризли отломали. Возможно, мы были еще слишком маленькие, когда их купили. Ну, вот еще вот, видим, тут отряд. Сохранилось 13 бойцов. И только у троих головы есть. Такая вот медсестра. Похоже, их было 14. Или чуть больше. Потому что не хватает, как минимум, одного такого-то минуса. Ну, этим командиром, как бы, считался вот такой солдатчик, которого мы нашли. Эта армия называется профессиональной. Потому что это название появилось в то время, когда мы играли еще в стрелковое сражение. И рукопашно было происходило вот на таких вот саблях и на мечах. То есть их не надо было вооружать. Поэтому их называли профессиональными солдатами. А всех остальным нужно было делать какое-то оружие. Перед нами русский город Новгород. Придется у максимального расцвета. 112 воинов, 19 мирных жителей. Посмотрим их поподробнее. Перед нами правитель глупс-города Лев Ильиниц. Вот видим, самый-самый-самый. Гнев имеет фиолетовый русский доспех. На Гордаке здесь в нее поставлен греческий доспех. Более поздний период. То есть это обманка. То есть противник рассчитывает поразить его легко железным оружием. Это классно. Мы не пробиваем греческий панцирь. И, скорее всего, мог погибнуть сам. Глев тем самым получил преимущество. Таким вот он. Это львица. Заспехов почти нет. Но Гордаке красный заспех. Более прочный, чем русский. Тоже знак определенного ранга. На обоих у них короны. Тоже царственные знаки. Здесь мы видим таких у человечков. Они сделаны из пластмасса. Пластилина. И металлические шляпы. Типа болеваров таких. Вооружены они вдвое спичками. А вот один вооружен. Вот у него сломанное ребро рыбы. Раньше был гораздо длинный. Это как бы сапли, так говоря. Вот здесь четыре воина. Это черепашки низа. Реконструкция. Реконструкция. Серок пластилина. Реконструкция. Они раньше были из зеленого. Коричневый панцирь. Кленточки. Такой был внешний вид раньше. Вот это русские воины из дружины. Они как бы плыли на ладье. Такой был сделан миниатюр. Такая в школе на уроке летки. Вот они выглядели вот так вот. Ну и без щитов конечно. Красный плащ был. И сиолет из синего пластилина. Потом были сделаны доспехи. Вот это вот кольчуга. Из русской стыли. Ну потом они конечно. И шлем конечный. Потом сделали вот наличник. Более мощный, металлический. И меньше на это в более поздний период. Когда Новгород был максимального развития. Они были не лошадях. Они были пешцами. Вот их было трое. Сейчас вот эти вот они в общерусском войске. В войске имеют другие доспехи. Здесь тоже два воина с общего русского войска. Это из мудфильма Робин Гуд. Вот сам Робин Гуд. Ну мудфильм они были релизами. Достаточно неплохо был сделан. Просто сейчас успехи его испортили. У него тут ножны можно увидеть. Но сейчас у них металлическая цвабля. Раньше был более длинный для этого клинка. Клинок сделан из иголки. Вот это царица как было. Принцесс точнее. Где тоже мудфильма. Но более красиво было раньше конечно. Сейчас доспехи испортили очень сильно. Они в общерусском войске были пехотинцами раньше. Имели меньше доспехов. Тогда Рэмп из фильма одноименного. Конечно вот не узнаешь. Потому что в общем русском войске на лошади теперь и доспехи имеет. Раньше такого не было. Более простой внешний вид. Вот это два воина не сделаны из камня. Это из пустелинового кива и камень голова. А вот этот наоборот. Из камня и из пустелинового голова. Такие вот человечки. Зачем их когда сделали? Не все понятно. Вот здесь типичные такие вот воины. Это германского происхождения. Такая вот металлическая голова. И корпус из пластилина. Только бы ножки такие делали. Вот они были из оранжевого пластилина. И из черного пластилина. У меня было так достаточно много. Вот здесь мы видим других человечков. Тут вот индейцы. Такие что в детском городе. И из 22 индейца были. Не совсем понятно почему он в Новгороде оказался. Возможно либо ошиблись. Либо так было задумано. Это вот непонятно человечка. Похоже негр. В золотых трусах. Вот так вот он сделает. Откуда? Что это непонятно? Вот синий человечек. Тоже непонятно откуда он. Такая мне подставка интересная. Сейчас было найдено похоже подставку. Здесь тоже человечек. Тоже непонятного происхождения. Но сделаем наверное. И всадник наушник. Это Джейн смутфильма Тарзан. Был ремешок раньше. Были заметны. Сейчас конечно цвета потихоньку отцветают. И стирается. Вот это какой-то офицер военный. Если тоже фильма. Честно не помню сюжет фильма. Помню что там были леопарды какие-то подали. Вот сделали одного леопарда. Раньше было еще достаточно много шкур различных леопардов. Сейчас они не сохранились. Это Том Энджири из мутфильма. Том это на коне. Он в общем русском русском. Раньше тоже был пеш. Джейн вот такой. Вот это вот человечек из мутфильма возможно по волшебный лес. Очень похож на такого же воина как и в этом городе. Кто из них является подлинным. Возможно они просто оба были сделаны. Вот это вот мышка с какого-то мутфильма. Трудно сказать с какого. Но явно что они просто придуманы. Вот видно что голова имеет волос вот такие вот. Мордочка сделана. Вот это человечек делался на уроке яки в школе. Вот сделан поезд. Там машинист был. Пассажиры, салон. Вот человечки из какого-то мутфильма. Видно что синие штаны, зеленая рубашка. И белая голова. Явно копируют какого-то мультипликационного героя. Это вот мужчина и женщина. Что за мутфильм я не знаю. Человечки в школе выменили. Явно не наша работа. Вот микро это дело. Вот эта лягушка была сделана на знамене дома. Непоятно зачем. У нас какой-то фильм такой интересный. Голливудский. Вот это с кино «Неловимые мстители». Вот это с кино «Неловимые мстители». Они были на конях такие вот. Вот четверо. Сейчас вот видно двоих и двое в общерусском войске. «Они на одной очереди». Непо я откуда делась еще одна. Вот это вот из фильма про оленей. Голливудского. Два олененка и оленеха. Сейчас мы общего русском войску поехали слушать. Дальше были рожа. И двое такие. Совсем понятных происхождений. Вот это еще вот герои. Еще одного мультфильма. Это главный герой мультфильма. Великой talkер. Этернаммайн. Продолжение следует. на зеленом тигре на желтыми полосами это какой-то монстр раньше мы пехотинцем потом мы нашли где-то лошадь призрак того же мультфильма это вот скелет в вашем фильме был сделан сжалблый пластилин потом накидка была сделана синий и вот это два монстра сейчас они в общем русском войске на камере они выглядят вообще не так сделаны от реконструкции они выглядят таким вот образом ну когда лепили потом этот мультфильм нашли вот у него должен быть ну видели по телевизору и у него должен быть хвост еще наш немаловая похоже как он слепен тут зайцы представлены четверану язык они пока мощный из них не доспехи очень дорогую пуговицу на грудоте греческий щит вот такой вот щит у него из монеты вот это герой такой игры теремок наверно она была куплена давно нам еще когда мы очень маленькие вот одна листа похоже было найден потому что все остальные звери по два то есть нам купили два набора вот это вот тоже неизвестно откуда делись нет из пластмасса сделаны либо керамики посмотрим получше тут пластмассовый сало и фильм этот хрюшка тоже очень старая мне раньше была рука с зонтиком и керамическая мышка наружку это футболисты были найдены нами на улице рассмотрим одного вот игра такая была не вкручивались металл оттягивались и били по шарикам металлического загоняем ворота этот точилка здесь мы видим зайца очень большой обычно такие звери мы не использовали вот этого решили использовать в садике у нас отобрали какого-то зайца мы за этого за это забрали у них вот этого был большой конфликт ну что то что откуда оно было лет пять или шесть не пять или чуть меньше даже вот это вот металлические солдатики новгородские индейцы такие но они раньше были раскрашены краска с них немножко посветила такие вот индейцы и рыцари помещать не тот факт что доспечен не ходил до того что таким вот образом он заглянул еще были мирные жители это такие вот зайчики и они были маленькие тушки их и мыши вот такая вот мышь например не трудно понять почему она не лапки мордочка ушки два ушка и хвостик непонятное существо сделано сделано мордочка ушки были сделаны глазки ручки много чего вспомянуть испортилось со временем вот так вот так вот выглядел город Новгород здесь они большую часть времени проживали он был построен из таких вот пластинок из конструктора алюминиевых мир просто только не сохранилась поэтому реконструировали его из бумаги высота стенок может быть была такая может быть выше примерно такой был ход из них вот это каждое город и дарьончики такие перед нами русский город скруджа макдави здесь было 20 воинов 13 мирных жителей и 46 кур и цыплят рассмотрим их подробнее преднаме представители мультфильма «Утиная история» здесь сам скрудж в груди у него кераса и чешуя рыбы вот это профессор из мультфильма здесь они имеют доспехи не скрывают многие детали ну вот раньше например на Суню были очки сейчас их нет уже вот здесь макряк пилот самолетов их пупс здесь на доспехе тоже сильного скрывают вот это били-вили-гили японочка один из них маленький непонятно почему остальные примеры стандартного размера одинаково этот кастель в другом от фильма он обучал английскому языку вот это король такой лев в таком халате длинном вот это королева достаточно богато украшенная вот это принцесса была вот это мать такое доброе чудовище большое вот это боб и злой человек скажем так зло вот эти четверо были в общей русском войске раньше лошади не имели германские лошади во сражении битвы народов с деками и завистник здесь мы видим маленьких зверей вот это заяц медведь и волк здесь герой мультипликационного от фильма спасатели вот это чип раньше у него на одежде были цветы даже нарисованы как мультфильм сейчас все постеру с дл как у своей шляпе спине они у патроны еще до них приглашать рокфор тоже конечно плохо видно сейчас стало вот это вот гайка не вжиг так как как уже в городе бурелисы такие тут ли сам пример имеет вольное оружие вот это леса имеет копье с лосо с этими лосо ставки лисадников германские и греческие концы тоже копьете накрашенные в конце уже появилась такая мода городе были также мирные жители то зайца мыши вот такой человечки посмотрим на сам город но справился в коробке обычно весь к уровня он тоже как считались мирными жителями как правило не оборуживая куру так увидели гребешки и клюва глаза и цыплята вот такой редкий цикленок единственно своем роде остальные попроще вы видели вот так вот большие коры либо такими маленькими вот два комочка и глазки ротик там клюва город занимался торговлей например вот это вот считалось статуэтка то есть был не воин остатки для украшения дома интерьера это протоцератопс моделька динозавр такого делались так шляпы различные как видно из пуговицы пластилина ниток такие вот из перьев правда на очень плохом уже состоянии перегниют шляпа не делались на всю ручку такие вот шляпы и продавались в городе тоже производились такие вот танки маленькие тоже продавались пушки еще также делались коврики делались такие вот для квартир стали такой кубуре вот это вот казнагоза с откроем посмотрим вот здесь видно цепочки это не наши такие находили подбирали покупали вот это сами мы делали из проволок вот эти вот маленькие были очень распространены в руси у правящей элиты и вот это вот деньги за победу в олимпийских играх медали например за третье место в лыжных гонках в самом спорте наверно вот ну в цену все что можно было рассказать про этот город во времена когда русь еще только зарождалась и не было речи еще о крупных каких-то сражениях мы играли в такую игру как бы вся территория комнаты затапливалась водой находилась под водой вот и там жили вот такие вот уже такие вот змеи уже они охотились на вот таких вот улиток улитки были скрученные и выпрямленные вот они были разноцветными разных цветов уже их ели и за счет этих улиток они как бы росли набирали рост то есть ну например они были примерно такого роста и потом достигали вот таких вот размеров улитка она как представляла потенциальную опасность она втыкалась так вот в жертву свою и считала что она как бы вытягивает из нее кровь то есть иными словами убивает и поэтому германцы враги русских они как бы создали несколько сотен таких улиток ну я думаю сотни две может быть и для противодействия им русские создали как вот этих вот ужей и стали им помогать то есть таким образом возник город лаборантное видимо он начался вот с трех этих товарищей он например помогал постоянно если была где-то суша то есть он там на ней находился рубил вот нашли улитку разрубленную его мечом вторую также вот этот аквалангист ну и видел пограничник он в это же время сюда был присоединен отличительная черта от зайкинских пограничников что у него вот этот меч красный германский ну вот и так же в этом море жили помимо таких уже еще и рыбы рыбы тоже питались улитками но они в отличие от уже ели разноцветных улиток то есть не подбирали по своему цвету улитки они ели и таким образом довольно получалось интересный узор у них на хвостах вот например как туэти довольно сложный узор вот были и более красивые это идет хвосты рыбе они считались как бы предметом торговли вот этот город лаборантно занимался торговлей также вот русское знамя пограничника вот у этого это тоже рост рыбы то есть по сути делает мертвые улитки в Тороханифееве так ну и в итоге потом и город из этих трех человек уже разросли до размеров вот он зашел до двадцати трех войн это вот такой вот слоник маленький птичка волк еще один волк ну почему же у него задняя лапа из голубого пластилина маленький медведь и непонятное существо то ли лягушка то ли что то в этом дальше так же вот индейцы это был набор они даже принимали участие в сражениях с супраны вот эти индейцы поросята из набора три поросенка вот этого вот этого танкиста нашли на улице в школе вот эти вот товарищи это не профессиональные армия они здесь находятся вот такие вот черепашки вот эти вот животные их считали живые вот это живые вот про этих еще сложно сказать почему они живые тут все понятно тут у него есть глаза нос рот свет еще открывается вот у него рот такой открывается здесь он может кусать тоже принимал активную часть уничтожения улиток также от большого это не уж это тоже смея это к из мультфильм про маугли так вот так же здесь были лягушки ну это как они просто подходили под описание фауны то есть то все было связано с природой поэтому лягушки сюда защитить они так вот прыгали вот опять у них прыжки ну вот и так же они могут плавать под водой тоже очень удачно могли бороться вот этими зубками зубками на своем агнении уничтожать улиток давить их вот так вот и так далее вот есть такой также муравей там был еще олень тоже такой же красивый но его украли а это удалось сохранить и доставить домой уже в чем их особенность была что когда море все это высыхало теоретически да их нужно было где-то хранить хранить их можно было только в воде а значит нужен был контейнер вот делать такие контейнеры вот в этом контейнере до сих пор еще видны различные рыбы вот такого типа выводились такие вот раки не знаю зачем не знаю так вот зачем они были нужны вот они были красными потому что мы не знали что раки коричневые и селеноватые вот поэтому делали красные ну каких видели таких и делали вот этот еще один контейнер но здесь уже хранится казна вот она казна картинки различные и карфагенские доспехи перезinha они приезжают Bueno с двумут named что в jornе в diplom Не забудь поставить лайк, подписаться на канал.